Марафон добра. Благодаря федеральной акции «Елка. Желания» исполнились заветные мечты многих ребят. Какое новогоднее чудо стало реальностью для многодетной семьи Есиповых? Расскажем далее. В местном отделении партии «Единая Россия» разноцветными огнями переливается елочка. На ней не просто игрушки. Это шары с заветными желаниями. И чье-то совсем скоро исполнится. Снегокат для многодетной семьи Есиповых. Нарядные ребята рассматривают елочку, но даже не догадываются, что сегодня воплотится в жизнь их маленькая мечта, которую пока даже сложно выговорить. Я написаю Дедушке Морозу снегокат. Егор вместе с сестрами верит в чудеса. И не зря. Будем знакомиться. Привет. Здрасте. Как зовут? Женя Патуринова. Женя? А тебя как? Оля Патуринова. Оля? А маленького Мишку как зовут? Госа Бадунов. Скромный Мишка застеснялся, но все равно он самый главный. За всех девочек в семье загадал снегокат. Для чего тебе нужен снегокат? Чтобы кататься по выходным. По выходным? А где кататься будешь по выходным? По горам. По горам? Егор точно знает. Чтобы случилось чудо, надо написать письмо Дедушке Морозу. В пять лет помогают сестренке. Он мне диктовал, как учительница по русскому на диктанте. Кто кого будет катать, пока не определились. Но сестры с удовольствием составят брату компанию на горке. Чтобы чудо случилось, надо закрыть глаза и загадать желание. А тем временем мечты сбываются. Георгий! Гоша! Смотри, это что? Это замечательное чудо техники. Георгий, это такой? Опробовать подарок на месте, потянуть за веревочку и поверить, что если очень захотеть, все сбудется. Мы каждый год пишем сообщения Деду Морозу, письма Деду Морозу. И тут такая возможность положить их не в холодильник, а вот в шарик на елку появилось. Поэтому мы приняли участие в этом. Хотелось бы поблагодарить тех, кто способствовал воплощению нашей мечты. Большое спасибо. Какой же праздник без конфет? В дополнение сладкие подарки. С символичным тигренком. А пока руки заняты, держит руль. Домой Егор едет на новом Снегокате.